Рука ломается в ногах, остается. Кто с Владивостока, не ковыряйте, пожалуйста. Икру сиромо не найдете. Во время плавания, кто хорошо глубоко миляет, на глубине можно видеть какое-то черное, что-то лежит неподвижное. Это бугры. Не трогайте руку, как называется. До сих пор символизирует этот город Семена, к которому мы подходим. Этот гробница, крышка напоминает перевернутую лодку, что означает, что жизнь закончилась, лодка перевернулась. И также, обратив внимание, наверху некоторых местах можно увидеть скальные гробницы Ликийцев, которые относятся примерно к 5-6 веку до н.э. Также наверху можно видеть крепость. Эту крепость в народе называют Красной крепость, в которой был построен период Константина Великого. Были постоянно арабские и фарские нападения, где Константин приказал построить рядом с вашими городами оборонительную крепость, которая относится к тому периоду. Внутри этой крепости находится один из самых маленьких амфитеатров мира на 80 человек. Эти места тоже были покинуты. Но в 1970-х годах со стороны государства начало сдаваться, продаваться территории, куда местные поселяются. Они свои дома строили прямо на фундаменте тех античных домов. Улицы до сих пор состоят из лесных, выточенных на скалу. Продолжение улицы и небольшие пристани. Здесь до сих пор нету пресной воды. Вода сюда привозная. Электричество буквально несколько десятилетий назад провели. Сюда до сих пор нету автомобильной дороги, сюда морской сообщения. Сейчас в данное время этот район называется Калакэй, что в переводе означает крепость деревня, которая состоит из пансионатов, ресторанов, которые работают для туризма. Самое идеальное место для отдыха со своей секретаршей. Нету никаких магазинов, кожа, золото, и телефон не тянет, и банкоматов нету. Мужики 100 долларов стоят. Я понимаю, можете спросить, я вам скажу. Комната здесь до утра 100 долларов, завтрак и ужин. А приезд уехал? Приезд уехал. Смотри, все так решается спросить. Ну, в районе 20-30 долларов. Ну да, не просто. Как город заканчивается, обратите внимание на возвышенности, может быть, часть этого города, который называется Некрополис, что в переводе означает «древнее кладбище», которое состоит из этих саркофагов. Так как вы понимаете, эти саркофаги на этой почве земли невозможно закопать. То есть они стоят всегда на открытом воздухе. И эти гробницы делаются из одного цельного камня. Крышка плотно закрывается, оттуда воздух не входит и не выходит. Тело человека в течение нескольких столетий или тысячелетий, оно как бы превращается в газ. Кости высыхают. Если скрыть или сломать, создается вакуум, кости напросто превращаются в пыль. Из-за этого археологи, когда находят такие гробницы, они сперва открывают отверстие, потом после этого скрывают. С левой стороны сейчас вы увидите, то есть... Не, мы как плывем с правой стороны. Можно увидеть с правой стороны мою яхту. Крышка